Альмена рассматривает кружки с фирменным логотипом, который нарисовала сама. Это подарки для участников и мастеров ее проекта. Суть его проста – подарить мамам возможность отдохнуть. Поход к парикмахеру, массажисту, мастеру маникюра, фотографу – то, на что у них зачастую не хватает средств и времени. Я решил открыть этот проект, потому что я лежал когда в больнице, я видел, что некоторые дети на коляске были. И их маме было очень тяжело. И также и другие мамы, которые два, несколько детей. Ему очень тяжело. Поэтому я решил такой сделать проект. А в больнице Альмена проходила реабилитацию. У девочки целиакия – непереносимость глютена. Второклассница бросила клич в соцсетях. Написала пост о том, что ищет уставших мам, тех, кому требуется передышка. Начала, конечно же, со своей. Валентина – волонтер, а также трудится на трех работах, чтобы прокормить семью. Альмена с младшей сестрой стараются всячески ей помогать. Ну, на ней где сядешь, там и слезешь, поэтому она проверяет. Это не я, что всем помогаю. А так вот, она вот такую вот цель себе ставит и идет к ней. Любыми там путями, вот, что вот ее цель, она должна это сделать. Мастер маникюра Анна Колобова откликнулась на пост, предложила свои услуги для мамы Альмены. Валентина около года не ходила по салонам красоты, поэтому для нее это был особенный подарок. Я очень рада принять участие в этом проекте. Я сама мама и понимаю, что не всегда есть время и возможность уделить время себе, посвятить какие-то даже полчаса своей красоте. Каких-то полчаса нет и у Натальи Мухиной. Мама особенного ребенка живет в режиме домработа. У сына Тимофея после болезни развилось нарушение слуха. Наталья занимается с мальчиком, выполняет рекомендации врачей и уже два года мечтает сходить к парикмахеру. Чаще всего мы выбор делаем в пользу детей. Сначала я сделаю что-то для ребенка, а потом уже для себя. И очень часто для себя это практически никогда происходит. В последнее время очень много у меня появилось седых волос, а так как я еще не старая, хотелось бы, конечно, это скрыть. Профессиональный парикмахер Юлия Раздробина посоветовала седину не скрывать, а отстричь все лишнее. Мастер за пару часов превратила уставшую маму в молодую девушку с озорной короткой стрижкой. Я сама мама. Я сама пережила то время, когда я находилась с ребенком наедине какое-то время. И то, как мамы, находясь наедине с ребенком, не имея возможности общаться с людьми, вообще не находятся в социуме, только вот мама и ребенок, знаю, насколько тяжело. Сегодня, я думаю, весь вечер я буду стоять возле зеркала, рассматривая себя. В очереди за красотой и релаксом еще несколько челябинок. Есть уже четыре мастера, готовые сотрудничать на постоянной основе. Альмена мечтает о том, чтобы маленький проект перерос в большое дело. Через несколько лет открыть центр помощи уставшим мамам. Иван Наконечный, Валентина Яковлева, Александр Рязанцев, Урал-1.